Всем добрый день! Сегодня хочу с вами поговорить про горшочки. Пришел уже сезон, когда всем хочется большого, красивого. Покупаем горшки большие и в них хотим сажать растения. На что стоит обратить внимание, почему-то производители, они всегда жалеют отверстий. Отверстий для воды. Мы видим всего два штуки. Этого крайне мало. И самое главное, никто из производителей, кроме технических горшков, никто не делает отверстия для аэрации. Это сложное слово для воздушного потока в корне. Потому что корень у нас питается не только водой и всеми химическими составами, азот, фосфор, калий. Но ему для этого всего нужен еще воздух. Поэтому, когда купили горшок, я предпочитаю покупать пластиковые. Вот такие горшки. Соответственно, их потом обязательно мы дорабатываем. Дорабатываем с помощью обыкновенного шубоповерта. Надеваем сверло и делаем отверстие. Никогда сильно не давим, потому что пластик имеет свойство ломаться. Делаем отверстие столько, сколько считаем нужным. Я считаю, что отверстий сильно много не бывает, поэтому делаю их достаточно много. Просто если порассуждать, мы просто берем горшок, ставим его либо в поддончик, вот в такой поддончик можно его ставить, либо на землю. Соответственно, когда мы поставили в поддончик, когда поддон набирается воды у нас, воздух не поступает совсем в горшок. Соответственно, нам это не устраивает. Поэтому мы делаем еще отверстие на небольшой высоте сбоку. Вот так вот берем. Еще раз повторяю, сильно не давим. И проделываем. Отверстие пластик сегодня у нас нагрелся на солнышке, поэтому верлится прям чудесно. Некоторое время это, конечно, занимает, но это несложно. Воздух корням очень нужен. Ну и мне кажется, вид они совершенно не портят. Я бы сказал, их даже незаметно. Ну, такие вот небольшие отверстия получаются. Вот. Это то же самое проделаем с такими горшками. Вот он технический горшок. Можно показать его поближе. Внизу много отверстий. И сбоку у нас есть отверстие. Вот это вот отверстие как раз у технических горшков предусматривает аэрацию корня, чтобы поступал у нас воздух. Вот. Ну, на этом мы сегодня не закончим. Насчет горшков обязательно сюда надо что-нибудь поставить. Посадим мы сегодня сюда калибрахоя. Землю мы уже подготовили. Использую я в основном чистый торф. Вот. К него добавляю удобрение пролонгированное действие. То, которое выделяет у нас азот, фосфор, калий со временем. Оно работает 3-4 месяца. Есть, который работает 5-6 месяцев. Ну, до конца сезона осталось уже не так много. Поэтому мы используем на 3-4 месяца. Еще раз повторюсь, во всех видео я это говорю, что мы используем одну чайную ложку на 1 литр грунта. Соответственно, здесь у нас приблизительно 25 литров. Сюда надо 25 чайных ложечек. Вот мы и подготовили заранее этот объем. Сейчас еще возьмем сразу же, насыпем. И будем пересаживать растения. Вот. Верхний слой тоже обязательно добавим удобрение. Плюсом. И мчательно это все перемешиваем. Будем сюда сажать сегодня калибрахоя. Многие растения калибрахоя, они заполняют объемы до 30-40 литров. Но есть, которые заполняют и мало. Поэтому обязательно перед тем, как в такие горшки большие сажать растения, надо обязательно изучить вопрос, сколько это растение в реальности может освоить грунта. чтобы не получилось, что это будет маленькое растение, которое просто будет расти в серединке. Можно, конечно, посадить, взять вот такое вот растение. Маленькое. Раз. Но на это сильно долго смотри. Когда оно разрастется и что с этим будет. Ну, при каждой пересадке даже таких растений не забываем, прищипываем кончики. Кончики прищипывать надо обязательно, чтобы растение было лохматое. Чем больше кончиков мы уберем, тем больше веточек, впоследствии мы получим. Вот так вот. Ну, сегодня мы сажать и этот экземпляр не будем. Сегодня мы посадим немножечко побольше растения. Мы, наверное, сразу же возьмем и посадим вот такую красоту. Возникает, конечно, сложность иногда, как это сделать, чтобы не переломать, не поперепачкать. Но для этого мы уже давно придумали способ. В одном из видео я уже показывал, мы используем обычный целлопановый пакет. Где-то у нас здесь есть ножичек. Просто берем и вскрываем дно пакета. Разрезаем его аккуратненько, чтобы туда у нас провалился горшок. Вот так вот пакетик ставим и аккуратненько туда опускаем растения. Раз. И поднимаем потихонечку, чтобы наши веточки и не пачкались, и не ломались. Хлоп. И все, подняли. И спрятали пакет. Пакет. Вот так вот раз. Раз. И все в пакетах. Немножко маловато надрезал, поэтому поднадорвем и оденем его полностью на растение. Все. Наше растение упаковано. Теперь можно будет его спокойненько перевернуть. Освободить от горшка. Так вот подставляем ручку и переворачиваем. Ой, как хорошо приросло. Опа. Все уже занято корневой. Обязательно немножко разравниваем корни. Корни даже можно подразорвать. Это дополнительное мульчирование для них происходит. Это им полезно. Вот так вот мы их разрыхляем и вставляем. Углубляем на нужную нам глубину. Сильно низко оно не должно получиться, сильно высоко оно тоже не должно получиться. И разравниваем. Вот так вот. Добавляем оставшееся удобрение и добавляем еще грунта, то, которого нам не хватает. Вот так вот. Вот. И получилась у нас и пересадка, и заодно поговорили, для чего нужны какие отверстия в горшочках. Маловато получилось. Еще возьмем. Добавляем. Вот такой вот нехитрый способ. Разрываем пакет, и растение ложится так, как нам и надо. Конечно, немножечко его поправляем после этого. Растение при этом осталось чистым, красивым, и сразу же уже имеет в большом горшке совсем другой вид. Вот такой вот интересный способ. Хорошее получается растение. В глиняных горшках, конечно, лучше, чтобы земля не соприкасалась с глиной. Можно еще делать драпировку по бокам, можно сделать агроволокном. Это лучший способ, чтобы не было контакта с самой земли, с глиняным горшком. Неоднократно, наверное, уже видели, или бывают такие, как каменные наросты из-за этого. Ну, все, что хотел по горшкам рассказать. Также хочу вас попросить, если у кого-то есть какие-то интересные способы, какие-то вопросы, чтобы вы хотели поподробнее от нас узнать, вы пишите, не стесняйтесь. Все обязательно расскажем, покажем. Ждем ответной реакции. Всем удачи!